Вот этот вот надпись Moom, потому что просто не смогли Фнатики, ну, это уже ошибка организации Фнатик. Они взяли игроков, взяли Arise, взяли Arise, взяли KVM, и ни одного из них не внесли профиль. Ну, в профиль в Dota 2. В итоге они не могут поставить так Фнатиков, игроки Фнатик не могут поставить так Фнатиков. Ну, такое. Ничего страшного, скажем так. Бывало и похуже. Ну что, Фнатики, KVM на ZVC будут играть в миде. Нено будет играть на Шейкере, Arise играет на Винге. Блант будет фармить на Декрофосе, а Arise сложный на Профете. У Na'Vi все понятно. Ван Скорвич, Доктор, Хвост, Гирокоптер, ФНГ, Трин Протектор, Дэнди, Драгонайт, Фаник, Бэтрайдер. Вот так вот. Пик у Na'Vi тоже достаточно хороший. Вот я посмотрел на эти пять персонажей, я вспомнил Эмпайр, весенних Эмпайр, тех, которые именно таким пикем выигрывали. Хороших Эмпайр, да? Еще хороших. Которые со стригами через Гирокоптер, через Драгонайт, через Бэтрайдера. Аж грустнулось. Вот Ван Скорвич говорит, давайте, давайте возьмем вот этих пацанов, они обязательно затащат. Ну что вы знаете, видите, в правом нижнем углу знаки вопроса у нас вместо призового. Это значит, что, наверное, просто проглючивает наш сайт. Или опишка доты и не может она подтянуть призовой. Это не значит, что призовой внезапно стал ноль. Это значит, что опишка доты, к сожалению, не отдает нам конкретное количество денег, которое на данный момент имеется у нас в призовом фонде. Но я думаю, что вы сами это знаете. Если вот сюда зайти и глянуть, вот здесь, то здесь призовой фонд... Нет, ну здесь, правда, считается. Это у саммита почему-то ноль долларов, пишет призовой фонд. Просто деньги уже были потрачены. Да, но мы видим, немножко КВМ, конечно, недоволен. Очень долго КВМ не хотел соглашаться на игру на USST. Но Na'Vi имели два варианта. Либо предлагали два варианта. Либо играется игра на USST, либо по правилам техническое поражение команде Fnatic. Ну, в принципе, мы понимаем, что есть понятие фэрплея, есть понятие там, да, помощь друзьям, коллегам. Ну, а есть понятие игра за выход на лан-финалы. И тут, хоть ногами в стенку бей, вы знаете, когда... Скажу честно, если бы я и моя команда тоже была бы вот так за один матч до выхода на лан-финалов, я бы, наверное, и машнил так, что мама не горюй. Я бы точно не разрешил Fnatic'ам сыграть эту игру с одним незаявленным стендейном. Но вот Na'Vi все-таки согласились на игру, и спасибо им за это. Мы хотя бы увидим игру, а не просто Tichluz. Так что, Fnatic, Fnatic, и это Fnatic на топе. Отлично, Neno. Вот он, Neno, по поводу которого были как раз-таки скандалы, и он делает Fnatic в этом матче, убивая Fnatic. Неплохо. Почему бы и нет, да. На самом деле, вот зря KVM жалуется. Я сейчас еще раз посмотрел пинг. У него 200 пинг, ненамного выше, чем у ребят из нами. Так что, ну, играбельно, вполне играбельно. А то доказывало, что у него 300-400 пинг. Нет, все понятно. Не, ну, опять-таки, по правилам StarLadder все матчи играются на европейском сервере. Так оно и есть, и так оно всегда было. Ну, здесь, опять-таки, или матч был бы сыгран на американском сервере, или не был бы сыгран вообще. Ну, для нас, для комментаторов, для вас, как для зрителей, я думаю, понятное дело, что в любом случае предпочтительный вариант, чтобы матч был сыгран. Как он будет сыгран, это уже совершенно другое. Кто выиграет, тоже совершенно другое. Ну, вот, то, что матч именно играется, это, конечно, самый большой плюс для всех. Ну, что, OneScore, кстати, на хосте? Ну, Курьера будет перехватывать, там, как раз-таки, пешочком Курьер передвигается с ботлом. Смотри, что Фаник на топе там делает. Воин. Все раз поверить хочет. Больно Фанику, очень больно. Так, ну, Курьера нужно перехватывать на OneScore. Давай, за Курьерчиком, хорошо ты чем-то, еще и КВМ можно забрать. Ну, КВМ разменялся, и в итоге, смотри, КВМ-то выживает и зарабатывает фраг, но потерял Курицу. А Курицу потерял без банки, и это огромный плюс, я скажу вам. Ну, то есть, банка была у него, так что особо... Фаник! Ну, и тут Фаник, у Фаника, кстати, проблема. Если сюда подойдет Зевс, он сделает фраг этот. Да, ему нужно уж дойти, да, устремляет с КВМ. Ну, тут правда Ливи Мермор, и скоро будет Файерфлай, понимаешь? Его не так легко будет поймать. Можно забивать на него, на самом деле. Слишком много времени тратить сейчас в суппорты. Ну, у Шекера будет стан, вот есть стан, можно станить Фаника, и сейчас будет стан по Фанику, и еще на один удар будет Фаник. И... да, отлично. Слушай, это 3-0, и очень хорошо начинают Фнатики, несмотря... несмотря на то, что, казалось бы, герои у команды на и довольно неплохие. Но не забываем про хвоста. Но при этом мы, конечно, все прекрасно понимаем, что... Нави выиграть этот матч намного проще, чем следующий, против Team Secret, поэтому здесь нужно постараться. Потому что дальше будет сложнее, если они прогнают эту игру. Будет беда. Ну, один плюс в следующем матче, он точно будет сыгран на USST, потому что обе команды в Америке. Хвост поставил паузу. У них тоже там пинг жесткий. Да, тяжело, тяжело. Начинается, ты посмотри. Да, на фэрплей здесь речи быть уже не может. Здесь просто игра идет на победу. Неважно, каким образом, неважно, какими средствами. Да, ну и Сашка пишет, да, что преимущество у нас очень крутое. Просто очень. Фаник. А, адвантыч. Просто тут. Да, ну нервишка, конечно, не к черту. Ну, я сегодня утром с ребятами из Нави тоже связывался. Писал мне, Дэнди спрашивал, не знаю ли я в Нью-Йорке каких-то компьютерных клубов, где можно поиграть. Дэнди, я в Нью-Йорке был всего два раза. Я физически, я там точно не был в компьютерных клубах. Хотя ничего не порекомендую. Но, кажется, они кого-то нашли, кто им действительно порекомендовал какой-то компьютерный клуб. Ну, и вот, собственно, там они сейчас находятся. Так, ну что, в миде. Видимо, и кто-то был из Снатика. Ну, видимо. Все вполне возможно. Может быть, и кто-то из Снатика. Кто-то знает. Дэнди в миде 19.4. Кстати, КВМ стоит линию просто отлично. У него 19.2. У него имеется один фраг. И Дэнди, он мало того, что не проигрывает, он еще и может даже выиграть эту линию. Но, правда, Дэндику намного проще, потому что Дэнди с Ливинг Армором. И теоретически, даже чисто теоретически, это Драгонайт против Зевса в Лейте. Но вы сами понимаете, что Зевсу, чтобы его пробить, это я не знаю, что надо будет сделать. Ну, я, в принципе, я знаю. Аганим Рефрешер. Но, по-моему, Драгонайт тоже не пробивает, нет? Ну, даже Аганим Рефрешер. На одном ГБ и сливаются проблемы, да. Ну, есть же еще товарищ Некрофос, который будет добивать, скажем так, добивать. Поэтому здесь все довольно интересно. В любом случае, пик у Фнатиков, он рассчитан на раннюю стадию. Что-то уж не придумывай, но с такими героями, с таким огромным магическим прокастом только до 25-й минуты выигрывать. Если игра затягивается, то там, конечно же, для Na'Vi простор для действий. И... О, хорошо, на КВМа пошла атака. Два суппорта выходят. Фиссура потрясающая от Нено. Да, Нено пока действует действительно очень хорошо. И на топе, и в паниках, когда догонял ее. Вот здесь сейчас Миде сейвит КВМа. И в итоге еще по-прежнему 3-0 пользуют команды Фнатиков. Так, у нас сейчас пропала картинка на секунду, я не понял почему. Вообще сейчас пропала картинка, к сожалению. Ты ничего не видишь? Не, я вижу, на стриме люди ничего не видят. Мы сейчас быстренько пытаемся это фиксить. Извините, какие-то маленькие у нас полу-технические проблемы, я не совсем понимаю почему. Сейчас, 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 мы быстренько попытаемся это починить. Потихонечку уже включай эксплит. Да, ты включай эксплит, потихонечку, если что. Так, у нас Сиренофанника, возможно, будет атака. Станчик залетает, есть вейв, но дальше смысла не продолжать. Договаться хотим с КВМ, помочь не мог. Да, ну, пока нет здесь фрага, так что все нормально, все поразбегались. Ничего вы еще не пропустили, ребят? Сейчас вы видите тут картинку нашу загрузочную Старладера, тут почему-то, почему-то изображение от меня пропало и его вы сейчас не видите. Я не знаю, почему это может происходить. Я пока не понимаю, что происходит. Сейчас мы постараемся тут починить, лучше извините. Пока, пока у нас кажется, все. Пока смотрим на тем, как и Райс пытается отпушивать линию, то, что хвост начинает через локен расстреливать крипочек, то, что быстро он это делает. Фаника убивает. Хотя Фаник по-прежнему жив, Ливенгар Моррик. Кстати, Фаник тут от ульта умирает, конечно, но... Хвост, надо мстить. До конца хвост, давай, стим КП стал сколдаун. Точно ведь сколдаун, хорошо, забегает просто. Вот первый фраг команды НАВИ только что произошел. К сожалению, вы его не видели, но... Сейчас постараемся, сейчас мы постараемся, ребят. Мы тут все делаем на ходу просто. Я не понимаю, что произошло и как это произошло. У меня Дота вылетела, отлично. У тебя еще и Дота вылетела? Что-то... Боже, что у нас с игрой это, ребят? Я не понимаю, что у нас с этой игрой происходит. У Рустама вылетает Дота. Я не вижу ничего. Эта игра изначально была проклята просто. Да, эта игра изначально была действительно проклята. И действительно... Проблема в том, что все наши техники на Игромире. И... Мы просто... Да, беда, ты пока запускаешь сплит, сейчас от тебя пойдем стримить. Угу, угу. И будем смотреть. В чем же проблема? Сейчас, может быть, решим. Ребят, я приношу глубочайшие извинения. Я вообще не понимаю, что произошло. Ну что, ты готов запускать? Тут, тем временем, меня Райза убили. Дэнди зарабатывает фраг. Сейчас, секунду. Буду готова. Да, готов. Да, все, мы тушим стрим. Ты включай его буквально сразу. Давай, туши, Сань. Поехали. Продолжение следует... 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 так но я вроде подгружать потихонечку это нормально все у меня у меня loading screen еще я не в игре пока так же этот лоудинг не пропадает что уже намекает как бы на что-то я тут уже нервно набираю сайт steamstat.ass чекаю там вроде все хорошо отключение соединения удалось включиться да и у нас сейчас будет дискотека с лоудами я так понимаю да эту часть мы любим очень сильно потому что всегда что-то новенькое на этих лоудах появляется это да ну navi уже привыкли к этой теме боже это слезы это я не знает команда navi самовезучая команда в истории человечества потому что тут вот опять таки непонятно что будет происходить и то есть это я не по не появился пытаемся еще сигнал с моего экрана поймать поймали наконец-то сигнал с моего экрана так ну а у меня по-прежнему вообще ничего но также также не могу подзагрузиться причем я вообще у меня просто не отвечает я дату перезапускаю вот это жесть пошла у нас реальная дискотека и у меня логика не пропадает это забить ну что и загружается игра до тяжелый матч конечно же для navi он очень важный в принципе мы опять-таки говорим спасибо navi за то что они согласились играть в конце концов эту игру они потребовали просто тех луз для соперника да и все но но мы видим играет они и с проблем ну что сейчас я попытаюсь захостить лоуд сейчас ты игра выходим да ну и я у меня у меня ее просто даже нету реконект даже кнопки нет а теперь вы складу то я понял сейчас тоже вы быстро так я поставлю какую заглушку то я как нибудь разбираться да но этот матч у меня слава богу есть я могу залоудить на 16 минуте я создал уже лоуд это да азота буду выходить все что закрывай процесс потому что иначе не погрузится да да карусель карусель ну мы пока не будем мы уже не будем пока уходить между матчами уже уйдем наверное стрима переключимся опять на нас сейчас вот постараюсь не знаю смогут ли люди зайти в лобби потому что ну я-то создал лоуд но по моему никто пока не заходит просто а я в том лобби где есть все кроме тебя да я сейчас я сейчас найду так ну что будет нас лоуд мы поехали пробовать будем надеяться что что-то нам это даст и ты перестал себя слышать это потише сделали все он слышишь так сейчас то есть тем раз два три ну тише себя слышу как начало трансляции более-менее уже нормально ну и сейчас у нас начинается дискотека с лоудами которые мы переживали прошлых выходных на сюжет должен был начаться матч между командами секрет и нави но вы понимаете что так что у нас здесь 16 минута так или 16 минута и произошло все кроме фрага хвоста на аразе в лесу там где араз залагал так что все честно да да по все окей ожидаем руны которые будут появляться на 10 секунде данные пачки крипов все с тобой или вообще не пропадающие варды ну да тоже хорошо ну варды на карте вообще а курицу надо грейдить а не смотрите здесь не надо в китае у нас было что каждый раз после каждого лоуда надо было грейдить курицу это это вообще жестко было ну что 11 5 16 минута игра все-таки продолжается и слава богу мы ее пока смотрим и она есть в dota tv это тоже радует выглядит она как text field tv ну да ладно мы не печалимся мы продолжаем смотреть за этим супер матчем и надеемся что он закончится сегодня уже пора бы да заканчиваться действительно но мы остановились на том что нави после плохо сыгранного начала скажем так сейчас захватили власть на карте захватили инициативу и в принципе отпускать ее не собираются спушевают выигрывают замесы и давайте посмотрим сейчас за очередным каким-то мувом в страны этой команды у нави сейчас им жутко не хватает меканзма если у них будет меканзма они вообще смогут я не знаю переживать там миллиард дэмэджа походу и ну когда у них появится вы что-то ну ты гирокоптер мы видим очень интерес сразу же к лака ну понимаешь что здесь к лаки спасают просто дурдом я тебе так скажу четыре к лаки четыре к лаки все круто все как должно быть нормали квм и если квм убьют то драку можно даже не начинать вот он слаб км выживает в него летит кстати рокет и нет добьют квм и все-таки и бленд там слоу граунда выдает тоже свои пульсы и в общем-то фраг сделать не получилось с нами хорошо сэйвили друг друга ребята из фнатик но сами при этом проказ никакой не дают и естественно тавр будет падать дэнди краски нафармил себя уже на бкбшку на рецепт хватает уже только принести будет курьером там теперь анимал тимой торп уже есть у гирокоптера ну и вот таким же макаром нужно перемещаться на я линию нижнюю и и фаник райза ой без манны был но он без манны лассо на кулдауне так что он там не мог бы сбить лассо и флеймбрейк все на кулдауне на 1 флейбрейк именно манны не хватало конкретно так что там не сбива бельный был этот телепорт скажем так 18 минуты игры продолжаем смотреть да вот смотрю я уровне героев у ребят из фнатик вижу что вот и зевсу конечно и остальным принципе ребятам крайне необходимо получить себе уровни 11 для увеличения самогистского прокаста но уровни получать здесь негде ну что и фармить тоже негде страшно сейчас он занимается фнатик это просто дефать по деньгам сейчас 30 тысяч на 19 и по экспе правда ну не работает графики потому что после лоу да они не совсем правильно отображается но в любом случае преимущество тоже довольно большое мы можем посмотреть смотри как старался на на что он хочет супер нычка только сейчас птица его спалит лол не полетела но это неплохая такая нычка правда нет у него блинк даггера все эти передвижения будет видеть спокойненько в нг потому что он стоит здесь вон визе и сейчас все будет палить ну да вот квм он сейчас палит если за уголочек зайдет кстати у зевса там уже вейл в дискорд просто очень жесткий квм и меня дропнуло дропает игроков фнатик ставится пауза план скоро я еще пока живу я боюсь даже дернуть экран к лайн сторона приключения с заходами дота 2 мне вообще не устраивает да ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй тропнул всю команду фнатик и остались только я и команда нави ну и комметаторы тоже сидят ты снатиками заодно я смотрю куда они туда и ты что мне пишет команда фнатик сейчас что они к сожалению понимают что они эту игру не выиграть и не сдаются ну хотя нет пишет к в м к в м пиши что что дальше шоу а и и и и и и и Ну, мы ждем Na'Vi. То здесь фнатиков нет. Фнатики не перезаходят пока еще. Ну, я сейчас общаюсь с натиками конкретно в данную ситуацию. Я говорю о данной ситуации в скайпе. И пишет мне и Arise, и KVM, что мало того, что они тут вряд ли отыграются, к тому же действительно их вообще не придет вот так вот перезаходить, заходить. И это абсолютно не приносит никакого удовольствия. Ну, и сейчас они сказали, что сейчас решат, будет ли продолжаться эта игра у нас. Или будет решено. Или примут они решение. Так, меня я выкинул тоже. Тебя тоже выкинуло, да? Угу. Ну да, эта игра действительно никому не принесет удовольствия. Абсолютно. Даже Na'Vi, если они победят. Не такой игры. И они ждали, и все ждали. ВЦА повторяется. Зря стебались, между прочим. Да, ну что же, лобби тем временем создано. Еще одно. И вот ждем, просили минутку, ФНАТИКИ. Держи в курсе, если ФНАТИКИ заходит, я опять же буду покидать игру. А, я уже не могу мне присоединиться, короче, я покидаю. Ты не можешь присоединиться. Но Na'Vi в той игре еще до сих пор. Я понимаю, но им надо, чтобы кто-то написал, наверное, чтобы они из нее вышли. Потому что, да, КВМ пишет, ГГ, ГРАЦ, Na'Vi, sorry, we forfeit this game. We don't want to play it anymore. And GGVP. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, ну что же. Да, ну что, да. Да, официально, официально у нас признают ФНАТИКИ свое поражение. Вот зашел сейчас Райз в лобби в новое пересознанное и пишет, что мы сожалеем из-за того, что у нас bad scheduling, что мы поставили матч на день, когда не может играть Ханни. Мы сожалеем также о том, что слишком тянули с поиском стенд-ина. И из-за большого ДДОСа мы понимаем, что мы we are behind anyway. И издаются ФНАТИКИ. So sad.